Автограф дня продолжает эфир нашего канала в студии Дарья Павленко. Добрый вечер. И вот некоторые из тем этого выпуска. Оздоровительные лагеря ждут своих первых гостей юные архангелогородцы в пути к Черному морю и не только. Пока дети на отдыхе, в школах ремонт. Учеников девятой школы ждет обновленное здание с приятными сюрпризами. Необъятная красота. Финал конкурса «Плюс сайз» прошел в Архангельске. Жедомост вновь закроют для проезда. О том, как его будут ремонтировать и сколько по времени, говорили сегодня на брифинге. Но сначала в Санкт-Петербург. Там прошел 9-й Невский экологический конгресс на тему «Экология планеты. Устойчивое развитие». В нем участвовала и делегация Архангельской области, возглавил которую губернатор Александр Цибульский. Какие темы в центре внимания расскажет Мария Кузичева. Лесопроизводство и лесовосстановление – экологические темы, к которым в Архангельской области относятся, пожалуй, наиболее трепетно. Ведь зеленое золото – одно из главных богатств региона. И опыт по морю по его сохранению может быть полезен для всей страны. Создание лесных семеноводческих селекционных центров. У нас в Архангельске тоже есть такие подобные проекты. Их надо создавать, поддерживать, развивать для того, чтобы эта отрасль была такая же развитая, как сегодня, например, лесная отрасль. Еще один важный момент – ухудшение экологии. Сейчас в Архангельской области накопилось огромное количество незаконных свалок – более 800. Бороться с ними в недавнем послании призвал губернатор, дав поручение создать цифровую платформу с круглосуточным контролем объектов ТКО. Надо действительно переходить к цифровым форматам, чтобы действительно доводить до людей информацию и прозрачно проводить и мусорную реформу, и накопленную ущерб. И самое главное, наверное, то, что каждый человек и гражданин Архангельской области должен четко понимать, что это не инопланетяне приносят этот мусор, это мы сами. Мы сами – это не только люди в отдельности, но и целые государства. Впрочем, у России в экологической повестке есть успехи. Так, с 90-го года страна в два раза сократила выбросы парниковых газов. Причем свой вклад продолжает носить и Архангельская область. В обозначенной губернатором реформе общественного транспорта есть требования к автобусным перевозчикам. Постепенно их парки будут переходить на использование машин, которые работают на питании. Мария Кузичева, Михаил Меншинин, Мария Даник, Александр Кузнецов, Регион 29. В Цигламень пришла оптимизация. Местные жители встревожились, когда узнали, что их больница может закрыться. А за медпомощью придется ездить в Архангельск. В региональном Минздраве заявили, люди не так поняли. И с разъяснениями в Цигламень отправили исполняющего обязанности министра здравоохранения Александра Герштанского. Словосочетанием оптимизация здравоохранения можно напугать людей в любой точке страны. Стоит ли тогда удивляться панике жителей Цигламени, увидевших эти два слова рядом с названием своей местной больницы? Неделю назад здесь узнали, что медучреждения планируют разделить между первой городской и детской поликлиниками, а также первой клинической больницей. Логично предположить, что за помощью теперь придется ездить в Архангельск. Бабушка, допустим, заболела. Ну куда она пойдет? Она что, на автобус пойдет, которого будет ждать час, если не больше, в утреннее время? Я еще раз вам говорю, они очень плохо ходят, очень. Так что, пожалуйста, пусть как у нас все оставалось, так и останется. Это я просто чисто по-человечески прошу. Ответили на просьбы в региональном Минздрайве. Вопрос с автобусами там решить не смогут, не их вотчина. А вот тушить пожар народного негодования из-за закрытия местной больницы приехал и у министра Александр Герштанский. Начал с главного. Ни одно из министских учреждений, которое сейчас функционирует на территории Цимами, не закроется. А теперь по порядку. Местная больница сейчас и так структурно относится к первой городской больнице Архангельска. По плану реорганизации взрослые населения передадут первой городской поликлинике. Дети, соответственно, будут лечиться в детской клинической. Но закрытие больницы в самой Цимамини при этом не планировалось. Люди и дальше смогут получать помощь у себя в Цимамини. А поездки к специалистам в Архангельск станут проще. Взрослым нужно будет только попасть в здание на Троицком 99, а не бегать за врачами в разных корпусах первой городской больницы. Детей можно будет записать на прием к врачу быстрее. При этом в Минздраве обещают, что необходимость в таких поездках тоже снизится. Стоматологическая помощь. Есть сложности, которые связаны с тем, что нет достаточно нет рентгена нентального. Вот, соответственно, вынуждены стоматологи, которые здесь работают, направлять людей в городские поликлиники для того, чтобы просто сделать тенген-санимок. Вот, данный момент решаем абсолютно в случае регистрационных штатов и мероприятий, которые на них предлагаются. И, соответственно, уже как минимум стоматологическая помощь выходит на качественный уровень. Также жительницам с иглами не будут доступны услуги Центра женского здоровья «Белая роза». Он как раз работает в первой поликлинике. Поэтому пока оптимизации здравоохранения местные жители могут не бояться. Быть может, это именно тот случай, когда перемены пойдут только на пользу. Михаил Меньшанин, Ольга Красулина, Регион 29. Сегодня, накануне первого дня лета, губернатор Александр Цибульский поручил усилий к мере по обеспечению безопасности детей во время каникул. В первую очередь речь шла об оздоровительных лагерях, как в Архангельской области, так и за ее пределами, куда ребята отправятся на отдых. Прошу сотрудников министерств регулярно выезжать, в том числе на личные проверки для того, чтобы смотреть, насколько обеспечиваются все эти условия. В первую очередь надо обратить внимание на обеспечение мер безопасности, на состояние досуговой программы, на состояние номерного фонда, на состояние лечебных программ. Напомним, что в этом году открываются 356 лагерей с дневным пребыванием, 14 загородных лагерей, один на базе санаторной организации и 13 лагерей палаточного типа. Александр Цибульский обратился к главам муниципалитетов с просьбой поучаствовать в формировании досуговой программы на время отдыха ребят. В летние лагеря на берег Черного моря отправилась первая смена детей. Событие долгожданное, ведь прошлый год стал запретным для отдыха на юге из-за коронавируса. Сотни юных северян проводила и наша съемочная группа. Перрон железнодорожного вокзала заполняют школьники, которые отправляются с Белого на Черное море. Для кого-то это будет первая встреча с югом, но не для Артема Кретова. Он с сестрой и родителями практически каждый год ездит на море и не меньше любит отдыхать в летних лагерях. Артем признается, уже успел соскучиться по теплому краю. Я счастлива, что смог выехать еще раз. И вот моя сестра тоже. Что будете там делать? Чем заниматься? Отдыхать. Загорать, плавать, заниматься любимым делом. Все в сфере на ванях участвовать разных. А Ева Савельгева побывает на юге впервые и кажется, что ее мама волнуется сильнее самой девочки. На юг едет отдыхать в первый раз. Нам очень волнительно, но она спокойна. Она очень хочет, да. Что будешь делать в лагерях? Отдыхать буду там. Плавать. Главное, чтобы нового знакомого, завести друзей. Несмотря на то, что в Архангельске вечером прохладно, настроение у детей нисколечко не омрачилось, а наоборот, все веселились и радовались. Ведь уже через пару дней они окажутся в тепле. Все организаторы этого отдыха постарались, чтобы все это было максимально комфортно и безопасно. Действительно, в прошлом году дети не ездили, дети очень соскучились. Мы сделали все возможное, чтобы им понравилось. В летние лагеря на берег Черного моря отправилась первая смена. 274 ребенка едут в лагерь «Звездочка Юг» в Анапу. 97 детей отправляются в лагерь «Автомобилист» в Крыму. И для 50 детей профсоюз железнодорожников северной железной дороги организовал отдых в лагере «Жемчужина России», который тоже находится в Анапе. Все дети и родители очень рады, потому что летние каникулы – это интересное, незабываемое, насыщенно яркими событиями время, когда дети могут дольше гулять, могут общаться с друзьями, могут читать любимые книжки, а не заумные учебники. Я думаю, что дети как раз получат позитивные эмоции и вернутся здоровыми, и снова начнут учебный год. И вот первый детский поезд отправился из Архангельска в Анапу. Ребят ждут ровно 21 яркий день и новые впечатления на Черном море. Александр Богданович, Денис Линчевский, Регион 29. Пока дети будут отдыхать, в Архангельске капитально отремонтируют 9-ю школу. В преображенном здании учеников и педагогов ждет немало приятных новшеств. Сегодня глава Архангельска Дмитрий Морев оценил работу подрядчика. Это кадры того, что здесь было. Сквозные щели буквально вытеснили учеников из здания. Находиться в нем было небезопасно. С января 2019 года учащиеся 9-й школы занимаются в помещениях 33-й. Сегодня в обновленной школе лингофонный кабинет. Тут школьники будут изучать иностранные языки. Появился и актовый зал, которого раньше в здании не было. И что самое немаловажное, школа стала безопасной. Мы полностью провели комплекс по усилению фундамента, поменяли все перекрытия балок и фактически выполнили масштабное капитальное строительство, капитальный ремонт данной школы. Мы уже в эксплуатацию фактически заказчику здания передаем, заказчик заводит уже мебель и готовится к расстановке и комплектации школы. Стоимость контракта 209 миллионов рублей. Это деньги из федерального, регионального и городского бюджетов. Сейчас капремонт на последней стадии готовности. Подрядчику нужно устранить небольшие замечания по косметической отделке. Мы обязательно проконтролируем, чтобы они были выполнены. Основные недоделки касаются, ну скажем так, небольших финишных работ внутри помещений. Есть вопрос у нас пополам в подвале, который недоделан. Ну и в основном это вопрос благоустройства. В принципе, сезон позволяет уже выполнить это благоустройство. Я думаю, что подрядчик еще 2-3 недели. И я думаю, что мы будем выходить уже на приемку объекта. Преобразится не только здание школы, но и территория вокруг. Этим летом здесь ожидают полностью обустроенную спортивную зону. Также планируют посадить дубовую аллею и клёны. Школа получила субсидию на сумму 3 миллиона рублей. Это были очень трудные годы, то есть годы, так скажем, испытаний для руководства школы, для педагогического коллектива и прежде всего для детей и их родителей. В связи с тем, что школа находится на гвардейской дивизии 9, где мы находились, это 3,5 километра примерно от этого здания. Мы очень рады, мы ждем открытия. Уже 1 сентября школа сможет вновь принять у себя учеников. Александр Богданович, Ольга Красулина, Регион 29. Железнодорожный мост закроют на 14 дней. Произойдет это с нуля часов 15 июня. Там продолжается капитальный ремонт. Сегодня на брифинге заместитель главы города по инфраструктурному развитию Юрий Максимов и заместитель министра транспорта Архангельской области Юрий Попов подробно рассказали о ремонтных работах на мосту. Необходимо провести ремонты деформационных швов на железнодорожном мосту и сопутствующие работы по содержанию. Дополнительно также хочется сказать, что данные ремонты носят плановый характер и необходимо просто для повышения безопасности и текущего содержания моста. Пешеходное движение по ЖД мосту не закроется. На машине попасть с левого берега на правый или наоборот можно по Краснофлотскому мосту. Для удобства увеличат количество автобусных маршрутов. Это 3, 31 и 33 номера. Дополнительно ко всему запустят рельсовый автобус из Сокогорка-Архангельск. Со всеми изменениями в расписании можно ознакомиться на сайте администрации города. На Новодвинце завели уголовное дело из-за жестокого обращения с животными. 4 месяца молодой человек издевался над породистой собакой. С Тафарширского терьера по кличке Сара сейчас лечат новые любящие хозяева. Подробности этой истории у Дарьи Евграфовой. Историю Сары жители области узнали в феврале. В сильные морозы истощенная собака оказалась на улице. Ее приютила семья Ивановых. Супругам Александру и Наталье предлагали отдать животное в приют из-за крайне тяжелого состояния. Но Сара осталась жить в семье. Здоровье собаки восстанавливается. Собака набирает вес. Не сильно быстро, конечно, но я думаю, что в пределах той нормы, которая необходима. Потому что резко нельзя все-таки набирать. Сейчас она весит 19 килограмм. Конечно, при норме такой породы собаки 25 килограмм. Сара – третья собака Ивановых. Больше всего нового члена семьи полюбили дети. Это моя любимая собака. Я с ней гуляю и дружу с ней. Но она больше всех мне нравится. Обеспокоенной судьбой собаки Ивановы сообщили об инциденте в полицию. История Сары не осталась без внимания и общественности. Ко мне, как депутату Архангельского областного собрания, обратилась семья Ивановых со своей проблемой по собаке, которую замучили. Вновь был направлен депутатский запрос к генералу МВД и передан лично ему в руки во время сессии областного собрания. Генерал пообещал взять на личный контроль это дело. И это действительно так. По факту жестокого обращения с собакой было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина. Сейчас проводится следственное действие и этот гражданин будет привлечен к ответственности. Правоохранительные органы отреагировали на заявление. По имеющейся информации, в период с октября 2020 года по февраль 2021 года неизвестные граждане оставляли на длительное время без пищи и воды собаку породы старфаширский терьер. В результате чего ей были причинены физические страдания и ущерб для здоровья. Максимальное наказание за жестокое обращение с животными это три года лишения свободы. Дарья Евграфова, Александр Кузнецов, регион 29. К сожалению, случаи, когда владельцы собак не уделяют питомцам должного внимания, не редкость. Очередное нападение небездомного пса на трехлетнюю девочку произошло в субботу в Усокогорке. И собака продолжает гулять сама по себе. На улице пограничной все друг друга знают. Дети во дворе могут играть и без присмотра взрослых. Только вот не все жители следят за своими питомцами. Вечером 29 мая соседский пёс напал на трехлетнюю девочку. Благо отец был всего в нескольких метрах. Супруг увидел как раз в этот момент нападения, побежал туда, у ребенка уже укусанная, в крови. Притащил домой, говорит, вызывай скорую полицию. Екатерина показывает фото обидчика. Это как бы у нас у соседей. Вот они выгуливают свою собаку на поводке. Я для примера. То есть она вот маленькая, а вот этот пёс большой. Вот он, получается. Гуляет собака по всей округе. В Затоне, на бирже, высокогорке и на Бокарице. Там вот через дом тоже ребенка покусал. На голове была очень большая шишка. Причем эта собака кусает за лицо и за голову. Никуда в другие места. Ни за ноги, ни за голову. А вот именно лицо и голова. На бирже тоже говорят, ребенка это самое покусал он. На подъезде табличка. Мой двор, мои правила. Двери квартиры владельцы не закрывают. Нет надобности. Здравствуйте. Телеканал Регион 29. Можно с вами поговорить по поводу вашей собаки? Не желают нас слушать. После происшествия полиция выписала владельцам предписание содержать животное согласно закону. Но исполнять его они, судя по всему, не намерены. После того, как нас в скорой увезла в травму, мы приехали. Я увидела собака, что до сих пор гуляет. Я вышла, сфотографировала, на видео засняла эту собаку. И сегодня мы звонили в отлов. Причем собаку в прошлом году уже отлавливали, но хозяева забрали пса обратно. Теперь родители возят девочку не только на прививки и перевязку, но и к психологу. Выходить из дома без мамы ребенок отказывается. В настоящее время участковыми и полномочиями полиции проводятся необходимые проверочные мероприятия. В частности, устанавливается степень тяжести вреда здоровью ребенка. Ребенок до сих пор находится на излечении. После уточнения всех обстоятельств будет принято соответствующее процессуальное решение. То есть, после того, как врачи смогут сказать, останутся ли уродующее лицо шрамы, можно будет говорить об уголовной или гражданской ответственности. Как бы то ни было, сегодня собака вновь свободно гуляла и продолжала пугать жителей Сокогорки. Алексей Макеев, Светлана Михеевская, Регион 29. В Архангельске выбрали самую красивую девушку размера «Плюс». Конкурс «Модель плюс сайз большей девочки» состоялся впервые и уже привлек внимание ценителей пышной красоты. На праздники «Бодипозитива» побывал и мой коллега Алексей Макеев. Это тот случай, когда размер имеет значение. И в отличие от обычных моделей, для них нет единых стандартов. Мир стремительно меняется. Современные тренды, бодипозитив и яркая индивидуальность. Без моделей размера «Плюс» не обходится ни одно модное событие. В бизнесе моделинга действительно русские девушки с нашими формами набирают обороты, их приглашают везде. Специальный гость Мария Балак, певица и модель, работающая с мировыми брендами, высоко оценила не только уровень подготовки, но и смелость северянок. На подиуме профессиональная «Плюс сайз модель» должна быть одинаково уверена не только в вечернем наряде, но и в мужском костюме, и даже в нижнем белье. Выбрать лучшую оказалось непросто. Десять. Диана Капелина. Организатор конкурса «Проект «Большие девочки»» уже четвертый год работает с ведущими «Плюс сайз агентствами страны». Диане 23. И победа в конкурсе для нее первый шаг в мир моды. Уверенность в себе, потому что я была как-то мутенком и стала супермоделью. Я очень рада, я к этому шла, это была моя самая главная цель – обидеть. Еще одну победительницу выбрала народная жюри. Ольга Пантелеева участвовала в самом первом конкурсе «Мисс Архангельск». Теперь пример для многих сверстниц. У меня миссия одна и та же каждый день – нести этому миру красоту, счастье, улыбку и радость. Поэтому миссия продолжается. Мне очень нравится, что в профессиональной жюри выбрали свою молодую, перспективную, явную. Ну, она была явным лидером среди девушек. И мне так приятно, что выбрали Ольгу Пантелеева, потому что у нее такая фэшн-подача. Она совершенно другая, нести она, она очень разная. Все участницы действительно разные. И для большинства плюс – в возможности поверить в себя, раскрепоститься, получить новый опыт. А для победительницы – шанс представить Архангельскую область на федеральном конкурсе «Плюс сайз красоты». Алексей Макеев, Ольга Красулина, Регион 29. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова